всем привет 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 а у меня новые бусы в общем бусы коралловые давно хотела сделала и назвала их берегиня ну а мы сейчас с вами посмотрим их подробненько всем привет 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 а я вам хочу представить новые бусы бусы моей мечты я всегда хотела иметь коралловые бусы но как-то у меня не складывалось с материалами вот наконец-то я заказала на алиэкспресс выбрала такой какой мне понравился какой мне подходил по по диаметру и по размеру потому что я представляла себе какие приблизительно бусики я хочу в общем я заказала такой коралл это было 7 ниточек я показывала его у нас просто в наших моих распаковочках с алиэкспресс ну в общем то весь этот коралл практически весь за исключением нескольких по моему у меня осталось то ли 24 то ли 26 бусин которые мне сюда просто не входили в общем решила я себе сделать вот такие бусы очень я хотела и наконец они у меня родились сейчас их немножко повернул сделаю так чтобы было видно как здесь лежит рисунок на этих бусах в общем рисуночек здесь вот такой здесь по центру стоят бусинки вот этот вот фрагмент там где мы интенсивно идем на расширение после каждой бусинки стоит маленький такой даже не знаю как сказать ну короче маленькая такая плоская проставочная бусина а дальше вот через каждых три бусинки стоят вот такие колесики колечки здесь восемь низочек восемь низочек соединяются по 2 и входят в коннектор который у нас идет на 4 отверстия все здесь вот все эти все эти соединения здесь закрыты вот такими бусинами это бусины с широким отверстием там внутри я вставляла бусинку чтобы они очень сильно не болтались также я заказывала на алиэкспресс вот такой коралл он правда получился темноватый но ничего уж какой есть в общем вот такие бусы они тяжелые они удобно очень сидят на шее я такие бусы очень люблю вот в них можно регулировать длину потому что здесь застежка завязка сделано так как на аутентичных украинских бусах для этого я использовала мулины но об этом я сейчас вам расскажу поподробнее пока о бусах значит буст бусики я заказывала диаметром вернее не диаметром а размером 6 на 8 то есть она в ширину идет 6 а в длину идет 88 миллиметров бусинка они мне попались все такие более-менее однородные по цвету но все равно видно что это натуральный материал то здесь нет такого вода как стеклянная бусина не все одинаково абсолютно некоторые бусинки немножко разные по длине за счет этого нет таких вот прям ровных линий вот этих потому что они немножко разные а в таком количестве бусин сидеть подбирать вот как так чтобы каждая ниточка вернее не каждая ниточка в каждый фрагмент был там до миллиметра выверен ну то есть это уже было просто как говорится у нас как говорят у нас в украине и на украинском языке дарем на трата часу то есть зря потраченное время в общем вот такие получились бусы я бусами очень довольна очень довольна и я они сделаны уже давно правда их еще не выгуливала но сделала их давно и хотела вам их показать уже еще с одной моей работы которую я затеяла такой длительный проект но я еще не закончила потом как-нибудь попозже я вам покажу вместе все это вместе надеюсь я все-таки когда-нибудь это закончу на вот в общем я их пока делала я думала как же мне их соединить воедино я не могла найти материалы подходящие в общем мне казалось у меня ничего подходящего нет а потом я на рынке купила бусы многорядные и вот они они правда были желтой фурнитурой под золотом но там были вот такие коннекторы вот на четыре выхода у меня 8 ниточек 4 4 выходные я решила почему бы не попробовать в общем я их покрасила вот эти коннекторы я их покрасила подсоединила бусы а потом тоже опять таки стал вопрос как же мне подсоединить к этому делу вот эти вот завязочки я уже делала бусы подобного типа но там у меня все сходилось на колечко и от колечка у меня шла бусы называются украиночкой каша добавлю ссылку чтобы на них посмотреть они сделаны вот в таком в таком стиле только там все на все вот эти низочки они все разные то есть они будут вот так вот они смотрятся как бы все вперемешку то есть там нет такого такого четкого градиента по длине ну в общем то здесь есть отверстие но моя ниточка моем или на и сюда ну никак не входило в общем у меня ушло на это дело 3 матка мулины здесь даже видно вот три цвета три цвета или два три цвета вот один вот такой ну такой более красный один цвет бордовый вот он вот и такой вот коричневый ну в общем все я но из того мулины которые у меня было я постаралась подобрать именно те цвета которые присутствуют в бусинах ну вот так сказать самые близкие цвета в общем вот три вы таких матка мулины у меня ушло я их разделила на две части потом каждую часть уже разделена насколько я имею ввиду матки раз там по восемь метров в каждом моточке в общем я поделила на 4 метра потом эти четыре метра уже разделила на столько на сколько мне было нужно чтобы достичь нужной длины ну и в общем то вот к этому коннектору я подсоединилась вот таким узлом морским который знаем мы все до с детства ну и в общем то вот так я вышла из положения потому что сюда это все вся вот эта красота она просто ну физически не проходила вот заплела косички концы вот так я завязала было немножко коротковато я думала еще на концы какие-нибудь бусинки надеть но вот видно да есть некоторые совсем коротенькие ниточки поэтому я уже не стала с этим играться ну и стал вопрос о сережках делать коралловые серьги я не хотела потому что коралловые серьги наши предки в общем-то в таком в таком варианте но не носили это были другого типа серьги они назывались у нас цыганскими серьги они были такие золотые кованые определенной формы но в общем то из моих серег единственное что я подобрала более-менее подходящие по форме это вот такие серьги и кстати застежка в них тоже называется цыганская они они очень неудобно и в носке они очень неудобно и вы когда их надеваешь и застегиваешь но в принципе если надеть два раза в год эти бусы то в принципе это можно и перетерпеть ничего страшного в этом нет в общем я еще конечно поищу может быть я найду серьги именно такого типа которые мне нужны вот для этого для этого комплекта ну посмотрим но пока подобрала вот такие это посеребренные серьги на которое покупала когда-то на алиэкспрессе вам показывала все эти свои покупочки с алиэкспресс ну в общем в общем вот такие вот такие серьги ну а как это все дело смотрится конечно же без сережек на манекене я вам покажу а когда будет готов мой проект целиком и полностью я вам покажу все это дело на себе и соответственно с сережками с этими бусами вот и посмотрите как это все выглядит ну все на этом заканчиваю надеюсь вам понравились мои этнические бусы ну вот и жду от вас откликов ну все всем большое спасибо всем всего самого-самого наилучшего всем пока 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 ну и еще одни небольшие бусики вашему внимания бусы эти были сделаны для поддержки и носить их в комплекте с моими бусами которые коралловые называются берегиня а эти бусы называются дукаты мне показалось они будут хорошо смотреться с нашими украинскими национальными намыстами и в общем-то в общем вот такие получились бусы сейчас я покажу как они смотрятся вместе ну и вот так эти бусы смотрятся вместе очень так такой наш украинский национальный колорит очень мне нравится как они смотрятся вот так вместе их можно регулировать по длине и относительно шеи и относительно друг друга это интересно ну и смотрятся они как на меня просто шикарно и и вот и и и и и Субтитры подогнал «Симон»